Память По ночам буди По ночам буди Мы с сестрой родились в Ленинграде и жили в старинной петербургской квартире. Но любовь нашего отца к своим родным людям, дорогим с детства местам и к истории Малокского края передалась и нам. И для нас с сестрой эти места родные. 21 августа 2015 года поезд в Санкт-Петербург-Ярославль подошел к станции Шестихина, где посложившиеся за последние годы традиции меня встречал Александр Васильевич Сенин, сын нашей сестры Нины Михайловны. Ярославская область – сердце России. Родом из Ярославской губернии многие славные потомки старинных дворянских семей, обогатившие своими талантами всю западную цивилизацию. Как и их славные предки, составлявшие гордость России и вызывавшие восхищение всего мира. На труде расторопных ярославских мужиков испокон века держались многие ремесла и торговля. Их сыновья, дочери и внуки прославили науку и искусство России. Именно их руками строилась промышленность страны. Рабочие инженеры, артисты и художники, академики и генералы – именно они создали мощь Советского Союза. Солдаты из ярославской глубинки отстояли свободу России, заплатив за нее свою жизнью во всех войнах прошлых и нынешних веков. Я пытаюсь узнать и рассказать как можно больше о своих ярославских родных и близких и о тех местах, где они жили и живут сегодня. Места эти связаны с бывшим Маловским уездом. Начинают с деревни пропасть. Когда-то дорога в 10 километров от станции до деревни пропасть на телеге занимала часа два, а то и больше. А теперь на Сашиной машине меньше, чем через полчасика мы уже были около дома Сениных. А вот и наша дорогая сестра Нина Михайловна. Большая радость увидеть родные лица – Саши, сестры и его жены Лиды. Приветливость и сердечность родных всегда согревают душу. Приезжая в пропасть, я как бы снова вижу дорогие лица нашего папы, его брата Михаила Дмитриевича и всех других наших родных людей. Жизнь продолжается, а эти воспоминания делают ее только дороже. Деревня пропасть расположена в устье рек Сутка и Ильдь. И поэтому здесь все рыбаки. В один из дней Саша вместе с Лидочкой и с двоюродным Сашиным братом Юрием Сениным возвращаются с удачной рыбалки. Для дачника рыбалка – это развлечение. А для иеревского жителя рыбалка – это труд. И труд достаточно напряженный. Саша, как настоящий хозяин, тяжелую часть работы по чистке рыбы берет на себя. Но мы все хотим ему помогать и вертимся вокруг этой рыбы. Саша очень ловко чистит рыбу, как и все, что он делает. Хочется смотреть, фотографировать и восхищаться. Благодаря хорошему настроению, которое создает Лидочка, чистка рыбы превращается в веселое занятие. Я просматриваю. Я еще прошу. Мне вообще классно. Я ее вблизи беру. Она у нас большая, прям красивая. На следующем этапе Саша разжигает домашнюю коптильню. Какой выход будет. Лиза сказала, что там всего штук восемь. Восемь штук, да. А сколько времени их надо коптить? Живем, увидим. Она еще не разгорела. Вот как разгорится, из-под крышки дым пойдет. Да, надо постаровать. Сейчас будет все готово. Да, сейчас будем пробу снимать. Дегустировать будем. Будет замечательно, прям вкусненький. Да, это что. Результат получился прекрасный, как во всякой работе, которую делает Саша. Рыба была очень вкусная. Жизнь в деревне требует ежедневного труда. Это вот новый урожай лука. Хорош. Лук. В Ярославской области все замечательно. И лук, и картошка. Все хорошо. И газ пока только в баллонах. Но уже хорошо, что привозят прямо в деревню к дому. Вот такая она. Простая деревенская жизнь. По легенде, место, где расположена пропасть, князь Анатолий Александрович Куракин проиграл в карты своему зятю, дипломату Николая Николаевича Шибека, владельцу Мурзино. Но случился оползень, и место стали называть пропастью. На сохранившемся холме и стоит деревня на местный манер, называемая пропасть. История с карточным проигрышем может быть и выдумка. Но очевидно, что высокий холм спас пропасть от затопления Рыбинским морем. Это, дорогие мои хранительницы пропасти. Пропасть можно назвать заповедным местом. Сегодня это уютная, красивая деревня. Дома, построенные сто, а может быть и больше лет назад, добытливо сохраняются внуками и правнуками первых владельцев. Рябининых, Сениных, Солнцевых, Коргиных, Журавлевых, Соколовых, Русаковых. Молодые владельцы домов, наследники старинных фамилий, иногда носящие уже другие фамилии, это все потомки тех великих тружеников. Реки Ильти сутка снежностью омывают этот маленький полуостров, за которым, сливаясь, текут в Рыбинское море. Сегодня пропасть это дачное место. И этот красивый новый дом строится каким-то москвичем, тоже как дача. На этом месте был когда-то дом Михаила Дмитриевича Кислова, отца Нины Михайловны. Это я возле этого дома в 1981 году. Конечно, новый дом намного красивее старого дома Михаила Дмитриевича. Но дом Веры Алексеевны Русаковой нисколько не проигрывает на его фоне. Вера Алексеевна со своей внучкой, с правнуком, возвращаются после купания в реке Сутки. Этот кирпичный дом строится для какого-то важного человека из Никауза, который нашел самое удобное место на реке Сутка и решил, что оно должно принадлежать только ему. Но, может быть, эти люди, которые никак не связаны ни с деревней пропасть, ни с ее жителями, полюбят это место и будут относиться к нему с любовью и уважением. И будут уважать исконных жителей деревни, пусть приезжающих сегодня только на лето. Но здесь жили их прадеды, здесь их корни. Сегодня жителем деревни являются только Николай Андреевич Сенин, младший из братьев Сениных, участников войны, не попавший на фронт по своему возрасту, но принявший на свои мальчишеские плечи всю тяжелую колхозную работу в период войны. И Нина Михайловна Сенина, вдова Василия Андреевича, брата Николая Андреевича. С юности несла она на своих плечах любую тяжелую крестьянскую работу. Была и председателем рыболовецкого колхоза, и бригадиром рыболовецкой бригады. А в этом году мы отмечаем ее 90-летний юбилей. Об этом празднике у меня отдельный рассказ. В фильме использованы старинные фотографии из музея села Веретея. 1914 год. Золотая свадьба князей Куракиных. 1920 год. Семья Богдановых из деревни Станилова. 1913 год. Малухская интеллигенция. Дети и воспитатели из детского дома в селе Веретея. 1916 год. Выпускник школы прапорщиков в Полтаве Кислов Петр Дмитриевич. Великая Отечественная война. Фронтовая фотография жителей села Веретея. Приезжая в пропасть, я обязательно хожу в деревню Казьмадемьян. Здесь особенно ярко всплывают воспоминания об отце и его рассказы об ушедшей молокской старине. Деревня Казьмадемьян застроена добродными домами, основные владельцы которых – дети, внуки и правнуки коренных жителей – постоянно не живут в деревне, но содержат усадьбы в хорошем состоянии. С древнейших времен эти земли принадлежали именитому роду Мусиных-Пушкиных, самый выдающийся представитель которого был Алексей Иванович, президент Императорской Академии Художеств, оберпрокурор Святейшего Синода, историк и этнограф, собиратель древних манускриптов, и в том числе слово о полку Игореве. В дальнейшем усадьба перешла к его старшему сыну Ивану Алексеевичу, генерал-майору, герою войны 1812 года, ценителю искусства и всего прекрасного. Человек великодушный, он выдал вольную своим крестьянам Солнцевым и среди них будущему академику живописи Фёдору Григорьевичу, его брату Егору, автору двух мозаичных икон в Исаакиевском соборе. Иван Алексеевич, будучи владельцем усадьбы в 1801 году, жил построить ротонду, увенчанную куполом с колоннами по бокам. Проект ротонда был выполнен известным петербургским архитектором Николаем Александровичем Львовым. В 1830 году Иван Алексеевич продал имение Космодемьянское Соковнину Николаю Дмитриевичу, потомку немецкого барона Йогана фон Экскюля, приехавшего в Россию ещё при Иване Грозном. Герб семьи Соковниных. Среди Соковниных много выдающихся личностей, разбросанных по всему миру. И даже клан Кеннеди находится в родстве. С одной из ветвей Экскюль Соковниных. Николай Дмитриевич оставил службу при московском генерал-губернаторе и поселился в имении Космодемьян. Вскоре состоялась свадьба Николая Дмитриевича с Марией Сергеевной Островской, владелицы соседнего имения Глебцева Нескучная. Внучке бригадира Островского Бориса Петровича, первого губернатора Костромы, владевшего имением с конца XVIII века. При его губернаторстве был принят герб Костромы, а за многие полезные свои деяния он был достоин величайшего благоволения. Это усадебный дом Соковниных. Он перенесен в Никаус. Одно время в этом здании размещалась поликлиника. Здесь у Соковниных бывали Иван Алексеевич Мусин Пушкин, его брат-декабрист Владимир Алексеевич, с женой знаменитой красавицы Эмилии Шерваль, последней музой Лермонтова, которая заразилась тифом, укаживая за больными крестьянами во время эпидемии и умерла в 35 лет. Князья Куракины, а в начале XX века будущий французский епископ Иоанн Куракин. В гостях у Соковниных бывали сестры Мусин и Пушкины. Слева актриса Александринского театра Дарья Мусина, а Заровская подруга Веры Комиссаржевской Айсидора Дункан, а справа знаменитая скрипачка Ольга Блатова. Бывала здесь и их сестра Мария. Сестры Мусин и Пушкины были прототипами чеховских трех сестер. Сейчас старый усадебный дом находится в плачевном состоянии, и ему грозит полное исчезновение. Соковнины были заметными общественными деятелями Ярославской губернии. Николай Дмитриевич долгие годы был предварителем Маловского дворянства, а его сын Николай Николаевич служил по Угличскому уезду и был предварителем дворянства в Угличе. Все дети Николая Дмитриевича Соковнина, их было 13, были людьми выдающимися, кто в искусстве, кто в науке, кто в предпринимательстве. После революции усадьба Нескучная сначала разолили, а потом в 1940 году вообще затопили водами Рыбинского моря. Сохранились только остатки прекрасного пейзажного парка в виде аллеи почти двухсотлетних лип и дубов. А у южной стороны Космодемьянской церкви слева от портика большая чугунная плита над могилами Соковниных. Николай Дмитриевич Соковнин, будучи человеком глубоко верующим, в 1830-е годы решил перестроить ротонду в церковь. И сегодня своим архитектурным совершенством церковь вызывает восхищение. Великолепна ротонда и изысканно гармонично двухъярусная колокольня с кокошниками в новорусском стиле. В церкви было три престола. Центральный престол в честь Казанской иконы Божьей Матери, правый престол в честь царевича Бориса и Глеба и левый престол в честь бессеребренников, целителей Козьмы и Дамиана. В этой сторожке в 1953 году мы с папой встречались с кем-то из последних священнослужителей. Сразу за алтарем – могила последнего протеерея Геннадия Александровича Корсунского, который, несмотря на плохое здоровье и нищету, старался сохранить церковные ценности. Архиепископ Ярославский-Ростовский Иоаннафан в 1881 году так описывает убранство церкви. Иконостас холодной центральной части двухъярусной, по белому фону с живописными иконами. Вместо стенной живописи размещено несколько живописных икон в рамках на стенах. Копол усеян звездами. В теплой трапезе два алтаря с иконостасом по белому фону в три яруса. Нижний ряд украшен среброразглощенными ризами. Иконы других ярусов высокого достоинства. Стены шоколадного цвета. А белый свод усеян в виде звезд акустическими прорезями. Над которыми невидимо для глаз вставлены кувшины, усиливающие звуки пения. При таком устройстве храма и читать, и петь намного легче, так как звуки слышны отчетливо. От былого великолепия осталось на куполе изображение голубя, как символа Святого Духа. На окнах еще сохранились красивые кованые решетки, а великолепную кованую ограду и ворота выпилили мародеры. Такая вот была ограда. Остались только каменные арки. А я помню, как над каждой аркой была икона, написанная на металле. Но время металл не щадил. Вокруг церкви старинное кладбище. Здесь похоронены и наши родственники. Брат нашего отца Михаила Дмитриевича, его сестра Клавдия Дмитриевна. Жена Михаила Дмитриевича Евлампия Васильевна, наша сестра Тамарочка, Василий Андреевич и Николай, муж и сын Нины Михайловны. И все уже ушедшие родственники семьи. Надо пилить. А меня вот тут я пилила, да. Кладбище – это место горького расставания, но и место встреч. Церковь осеняет своими крестами эти сравнительно недавние и старинные могилы. На кладбище еще сохранилось несколько старинных надгробий, но они разрушаются, а камни старинные просто исчезают. В 2013 году энтузиасты частично расчистили церковь и начались богослужения. Группа энтузиастов на этой фотографии Юрий Сенин, Виктор Смирнов и три замечательные женщины, среди которых Галина Владимировна Бурша, директор Велитейского музея, расчистили территорию кладбища возле церкви. Возобновившиеся службы в церкви, дачники, которые по-прежнему любят Казьма Демьян, и чтут своих предков, как именитых, так и простых крестьян. Все это дает надежду, что не прервется связь времен, и новые жители будут с благодарностью помнить живших здесь когда-то, служивших Отечеству, молившихся о своих близких и старавшихся сохранить красоту и веру для будущих поколений. Во время войны в Нескучном располагался детский дом для эвакуированных из блокады ленинградских детей. Несмотря на все тяготы, перенесенные сиротами в детском доме, некоторые из них вернулись в эти места как в свои единственно родные. Вот такое-то доброе место. А несколько лет назад на земле бывшего имения Нескучное поселились замечательные люди из Рыбинска. Галина Яковлевна и Геннадий Михайлович Кимстачи. Появление таких местных жителей, одухотворенных, ищущих историю этой земли, еще одна ступень – возвращение к культурным и историческим традициям Молокского края. В фильме использованы материалы книги Коновалова Дмитрия Михайловича «Летопись Молокских сел и деревень». А также некоторые публикации Ярославского историко-родословного общества. И публикации историка и краеведа Тимура Бекбулатова. Продолжение следует...